И сейчас трагическая новость. 15 ноября остановилось сердце у столевара кислородно-конвертерного цеха ММК Максима Зоткина, героя одного из наших репортажей о лучших работниках предприятия. Наша съемочная группа встречалась с Максимом в конце прошлого года. Он произвел на нас впечатление глубоко порядочного человека, преданного своему делу. Предлагаем вам вместе с нами вспомнить кадры этого сюжета. Во всяком человеке человек с большой буквы. Иногда его трудно извлечь, иногда невозможно. Но пробовать нужно всегда. Так сказал однажды писатель Олег Куваев в своей книге о полярных геологах «Территория». В Максиме Зоткине человека с большой буквы обнажило производство. 18 лет работы с жидким металлом – не просто солидный трудовой стаж. Для Максима Зоткина это было чем-то вроде высшего предназначения. Он был ярчайшим представителем исчезающей породы людей, которые труд в самом лучшем смысле этого слова ставят выше материальных ценностей. Да, мне это дело нравится. Тем более я ощущаю свою полезность в этой отрасли, в этой области. И могу маленький вклад какой-то сделать для поддержания величия ММК, его истории, потому что предприятие наше с историей. Максим Зоткин пришел в кислородно-конвертерный цех в 2000 году, будучи студентом пятого курса МГТУ. Впечатлило. Впрочем, парень осознанно выбрал путь металлурга, поэтому мыслей «Господи, куда я попал?» не было. А вот гордость за историческое прошлое магнитки, за принадлежность к достойнейшей из профессий наличествовали. А когда к делу лежит душа, то и дело, согласитесь, спорится. Это один из лучших столеваров на внипочной обработке, самый опытный, который участвовал в запусках, что первого печь ковша в ККЦ, что вот этого нового агрегата. У мастера должно быть столеваром в своем доверии, иначе приходится отвлекаться на работу, лежать, контролировать дополнительно как-то. А за это столевар спокойно даже, зная, что он поможет своему напарнику по агрегату, всегда не откажет. Поэтому здесь дополнительное спокойствие выдается. Для того, чтобы быть столеваром, нужны особые качества. Во-первых, физическая выносливость, потому что начинать в цехе придется подручным, при высоких температурах и, разумеется, без климат-контроля. Во-вторых, нужно уметь быстро принимать решения в нештатных ситуациях, коих на любом производстве происходит достаточно. В-третьих, нужно уметь контактировать и с людьми, ведь работа металлурга – это работа в команде. Впрочем, сам Максим Зоткин не считал эти качества сверхъестественными. В нашем городе многие люди обладают этим качеством, потому что они с кровью перенимают какие-то от своих родителей какие-то такие знания. Ну, металлурги – это всегда сильные люди, которые не боятся жидкий металл и не боятся с этим жидким металлом работать. Максим Зоткин был, безусловно, сильным человеком, не боявшимся самых сложных заданий, а еще глубоко порядочным и честным. Телекомпания ТВИН выражает искренние соболезнования всем родным, близким и коллегам столевара. Татьяна Зайцева, Влад Набиев, телекомпания ТВИН. 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 ТВИН.